всем доброго времени суток всем привет из германии у нас сегодня обещали пасмурную погоду но даже солнышко появилось сейчас 16 градусов и обещают 22 градуса саду есть всегда какая-то работа и я начну потихонечку что-то делать и начнем мы с более более давида у нас рос этот куст вот здесь мы его убрали потому что вы видите какая высота сад не очень высокий и она выбивалась из общей картины мы ее убрали но один от росточек оставили цветет она красиво вот такими фиолетовыми соцветиями вот еще один цветочек остался она привлекает к себе много много насекомых бабочек вот когда она цветает ее соцветия становятся вот такими я считаю что они тоже декоративные вот так они на тис повисли но она уж слишком большая и надо верхние ветки убрать то есть вот эти нижние свисающие я оставлю а верхние уберу сейчас покажу сделаю и покажу что у меня получится как будет выглядеть будлея вот сколько у меня получилось состриженного материала посмотрим как сейчас выглядит будлея вот полностью вверх убрала оставила вот эти свисающие словно каскад веточки и блея давида и и соцветия где-то около 30 сантиметров и позже они станут коричневыми и уж когда она совсем потеряет декоративность когда листья начнут сохнуть я тогда ее обрежу более кардинально здесь меня на углу растет пироканта вот она начинает уже краснеть и вот всю зиму будет вот так стоять с этими красными ягодами пока птицы конечно же их не слопают она растет у меня на углу и она не плотная потому что я ее только в прошлом году начала в принципе формировать чтобы кустик был более плотный ее надо постоянно подстригать не жалеть она очень хорошо реагирует на стрижку сейчас я уже это постоянно делаю моментально молодые приросты дает и таким образом вот этих свободных мест у нее быть в принципе не должно обрежу сейчас и пироканту так пироканту немножко почекала хочу показать какая проблемка есть на ней в этом году вот не один год и четыре годика мы купили небольшими кустиками здесь она у меня в красном и вот здесь должна быть в желтом но что-то я ягод на этом кустике не вижу хочу показать какая проблема появилась в этом году еще подходящий листик ну вот вижу я уже их знаете сколько повыдергивала значит я заметила вот такую ерунду на них потом этот листик желтеет скручивается желтеет и отпадает я все вот такие листья по обрывала с ней ничего не случится она нарастит новую массу но все равно неприятно поэтому обязательно сегодня обработаем следующее что мне надо сделать сегодня в саду это поработать с хаутюньей вот это такое красивующее растение аналогов которому я еще не встречала посмотрите какие пестрые листья она еще и цветет цветет беленьким вот остатки от цветения но она сильный агрессор и и вот в этой части сада у меня она временно я знала об этом я сейчас покажу насколько она агрессор покажу где она у меня была и я ее оттуда доставала стараясь маленький кусочек корня не оставить и все же она проросла сейчас покажу прошлом году когда ее купила это золотая ель видите такое золотое напыление словно пудра и я ее высадила вот сюда вот видите оставалась и вот пожалуйста это гвоздика травянка это захватчик вербена вербеник монетчата и прошу прощения и вот я заметила вот она и вот она и еще этой весной ранее весной линия моего сада проходила там где-то елочка вот видите наталья не захватывай территории не буду сейчас еще одно место покажу когда ее отсюда забрала я ее высадила сейчас пойдем я ее высадила временно вот в эту часть это без бересклет крылатый компактус который осенью красный вот посмотрите вот она и тут то есть это такое чудо которое вот лучше всего ей поставить какое-то ограждение для надежности поэтому буду сейчас пробовать вот в эту часть моего сада осенью придет дерево елочка или пихта вот это церсис уже такое необычное дерево такое красивое только какие-то пятнышки и я опять думаю что это сделала вот эта роза которая болела в прошлом году какие-то пятнышки вот так конечно дерево шикарная так вот здесь я оставила место для ели вот она будет я тут стою она будет на заднем плане понятно что это хоста передвинется это растение тоже передвинется видела и я приблизительно знаю где будет расти дерево вот это я посадила просто чтобы это место не пустовало до осени какие красивые и у меня стоит вопрос высадить уйти не вот сюда вот сюда сейчас зайдем с той стороны посмотрим или же вот сюда где вот это хоста сейчас если сюда то она будет гармонировать с цветом дерева а если сюда то она будет конечно же давать акцент потому что это рододендрон так вот и листики я хожу и убираю почему-то чернеют здесь вот сейчас посмотрим оттуда подумаю и приму решение вот такими моментами надо всегда наслаждаться они скоротечные видно вам бабочка с другой стороны зайду летела ну вот теперь стою в размышлениях то есть то ли туда и и угле вот там где рододендрон за возле рододендрона вот не знаю может прям выкопать и по примерять сейчас подумаю и там для начала мы выкопаем это чудо надо убирать камни вот так это выглядит видите что-то прорастает но в основном и каждое утро хожу прихожу в сад и смотрите смотрите сколько видите надо обязательно средства привнести каждое утро прихожу в сад и сорняки посмотрите видите что творится но меня есть волшебное средство сейчас принесу вот это волшебное средство видите средства от муравьем муравьев сначала я их напугаю а потом вот это все сделаю вот так но хочу вам сказать ни одно растение у меня от них не пострадала наоборот земля пушистая то есть я особо и не расстраиваюсь вот еще чудо растет так а мы будем выкопывать красавицу вот это хочу сказать эти два кустика маленьких это я вообще-то собирала в саду ее где она вот там по прорастала и сюда приносила вот смотрите во первых хорошо приживается вытянула в землю воткнула все хорошо достаю ее вот смотрите какие у нее корни вот такие и вот если кусочек маленький останется она прорастет в принципе но нет проблем ее повыдергивать не так уж сильно она и агрессирует это не вербейник монетчатый которые вообще ужас ужасный но тем не менее так короче достаю смотрите я ее достала а теперь давайте посмотрим на корни вот как они идут вот они под моим тимьянчиком кстати посмотрите какой красивый почвопокровный тимьянчик прошлом году купила ну вот 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 такой он был он рос на каменной горке пересадила сюда посмотрите это же это же просто чудо согласитесь во первых у него такой принципе зеленый цвет но так как напыление он имеет вот это даже капельки росы то он выглядит таким сизо-голубым в общем не надо достать сейчас хорошо в земле вот эти корни я насколько могла глубоко под оставала корни вот они лежат смотрите я старалась прям вот так подкапывать туда и не рвать его а докопаться до того момента пока он сам не выйдет но не уверена что где-то что-то не осталось мое чувство меня не отпускало и я решила перерыть эту часть посмотрите видите смотрите это то вот вот глубина то есть если ставить ограничитель то понятно каким он должен быть я вот обдумываю может быть не ограничитель а вообще в контейнер посадить буду сейчас доставать эти корни я еще копалась там эти корни пошли прямо под мьянчик в общем я тут подумала что мне такой цирк не нужен вот будет домик или домики для угаультерии вот он есть отверстие глубина хорошая в общем высаживаю в эти контейнеры землю в общем принесла вот в эту часть сада вот так в землю установлю вместе с холтюней вот эти контейнеры сейчас сделаю и результат вам покажу хочу показать промежуточный вариант еще не закончила вот видите вот так я их установила вот сколько раз я пересаживала вот такого как сказать неприятного аромата я не слышала а сегодня по противо она знает что я его клетку сажаю на на источает такой ну отталкивающий аромат вот ну надо же да вот такая красота так неприятно пахнет чем сейчас засыплю землю покажу что у меня получится принципе высадила полила но вот у меня что-то корни остались и знаете мы проведем эксперимент мы возьмем эти корни и вот я еще один домик организовала и посмотрим что будет как они приживутся здесь видно не будет сейчас закрою землей и вот таких три контейнера у меня получилось все я ее высадила вот там где только корни видите камни положила чтобы была граница где она находится здесь вот тоже камешки как бы такие же как и она здесь немножко виден контейнер но это пока потому что сюда еще придет камень большой на это чуть позже когда мы уже определимся здесь с хвойным деревом вот это канал стоит тоже она вон стоит в контейнере она уйдет отсюда я вообще буду осенью полностью не все полностью менять но некоторые растения будут уходить отсюда чтобы этого винегрета не было вот и иду вот там впереди мне надо привести порядок ну вот выглядывает моя красавица адаптируется пока мы будем в отпуске и так приедем она уже будет красиво выглядеть а мне надо с вот этой частью поработать где она росла что я здесь уже сделала понятно что здесь такой бардачок все стоит значит у меня есть карликовые боже я всегда забываю как они называются сейчас вспомни барбариса вспомнила вот они там были где камни я освободила их оттуда и выложила одинаковые камни таким ручейком с тем чтобы вот этот тимьян и вот там тоже пущу покровная гвоздика травянка заплетали вот эту часть между камнями и вот смотрите тоже интересно вот камень большой и вот они вокруг классно здесь я думаю тоже вот так обойдет пусть будет так вот с этими хочу подумать вот не хочу их в линию было бы классно если бы один из них между тимьянчиком роз сейчас все обдумаю сделаю и результат покажу друзья на сегодня я закончила и хочу показать что у меня получилось я конечно планировала вот здесь возле цуги посадить свои вот опять забыла как называются вот эти два вот этот у меня роз вот эти два как я говорила но я знаю приблизительно что я хочу на осень и думаю вот сейчас я их сюда посажу потом осенью опять пересаживать давай натали делай все хотя бы в этой части сада как это должно быть сюда пришел радодендрон карликовый радодендрон он у меня рос вот здесь где сейчас поселилась хэбэ вот такое хлеба я вчера показывала у нас в садовых центрах она там небольшое вот ему три годика у меня видите какое большое и получается что это хэбэ росло вот здесь а вот этот небольшой радодендрон там и когда я вот так смотрела я радодендрон не видела потому что хэбэ было меньше когда его высаживала оно разрастается я видела его уже взрослым а это карликовый радодендрон поэтому конечно же я должна была их правильно определить и уже барбарисы пошли на это место сейчас вот посмотрим как это в общем выглядит я не знаю понятно я что-то объясняю или нет но вот смотрите вот отсюда хэбэ выше ростом радодендрон ниже вот он так возле цуги смотрится посмотрите как просматривается все и барбарисы дают краски барбарисы не закрывают хэбэ и радодендрон видно и даже мой тимьянчик он сейчас покажу может быть кому-то это будет полезно интересно видите как он вот здесь такая как бы возвышенность так идет а потом типа наверх видите и она когда вы так смотришь издалека вот немножечко как видите как горка вот мне так нравится это интересно и посмотрим с другой стороны вот это вот если мы заходим посмотрите все растения прекрасно просматриваются и растения которые на средней линии не закрывают те которые на передней линии то есть впереди и хорошо видно и вот наши хэбэ вот она прекрасно вписалась сейчас немножечко дальше отойду вот посмотрите его высота то есть я считаю что так лучше устал я закрывать сеткой все свои каменные розы мы вот завтра улетаем я открыла но не знаю может быть буду спать у меня будет мучить совесть что я их отдаю на растерзание птицам рано утром встану закрою но пока вот просто устала от того что вот в саду надо что-то от кого-то закрывать это не годится надо что-то с этим делать но пока ничего не буду делать не надо в горячка надо всегда переспать с мыслью а потом принимать решение смотрите какой хорошенький вот опять забыла как называется вот что со мной не так а вот посмотрите красные листочки желтый ободочек и хочу сказать еще по поводу вот этой дорожки каменной вот этой она в принципе здесь пока смотрится хорошо и можно было добавить больше земли и как бы камни немножечко утопить но я оставила пока до осени потому что вот здесь смотрите вот это ель коника за ней гравилат и дальше такие серо-серебристые это элитный рододендрон посмотрите какой он красивый он неимоверно красивый и что у меня здесь не устраивает я немножечко дальше отойду вот посмотрите гравилат между елью коника и рододендроном мне кажется лишний он закрывает красоту рододендрона а он все же достоин того чтобы вот его форму его листья вот эту красоту было лучше видно если на месте гравилата вот здесь будет лежать большой декоративный камень это будет намного гармоничнее поэтому возможно гравилат придет сюда где вот эти камни а возможно придут еще вот этому кустику это андромеда еще два кустика сейчас покажу их вот один растет вот что он там делает да какую роль играет а ведь красивый а вот а вот второе вечно зеленое растение посмотрите какое оно красивое это такое себе почва покровная но не низкая среднерослые и вот пока стоят эти камни то ли гравилат то ли андромеда то ли что-то другое все зависит от того какое растение перейдет на задний план но вот то что сделала сегодня это надо было сделать и особенно с моей красавицей хаутю ней я когда высаживала здесь радодендрон я ищу вокруг очень хорошо перебрала землю и еще понаходила эти корни и они вы знаете они вот так пошли сюда то есть я не удивлюсь если на следующий год или где-то в октябре вот они где-то здесь проявятся вот такое растение почему я ее посадила в клетку смотрите работала в этой части так чтобы вот эту крошечку ванюте на глазки оставить то есть так очень очень аккуратно вокруг нее вокруг этого растения обрабатывала все чтобы ее не обидеть чтобы она осталась здесь устала честно говоря за день и вот концу августа я всегда себе говорю вот это уже все . пункт а потом приходит весна и я забываю что я говорила и опять хочется творить в любом случае сад надо довести до ума друзья я желаю всем хорошего настроения море позитива и конечно же всем нам мира и добра